Итак, добрый день! Я рад вас снова видеть. Две недели я отсутствовал, и сейчас я снова здесь. Это замечательно. Сегодня мы, наконец, приступим к, наверное, более важным, более интересным вещам относительно квадратовых вычислений, а именно мы, наконец, поговорим о простейших алгоритмах, которые были придуманы еще в 90-е. В принципе, на прошлых лекциях мы достаточно подробно обсудили, какие существуют свойства у классических и квантовых вычислений, но вот что при помощи квантовых схем можно вычислять, мы пока обсудить не успели, и на последующих лекциях ждет нас еще где-нибудь 3-4 лекции. Мы вкратце пробежимся по основным базовым алгоритмам, таким, как сегодня мы будем разговаривать о алгоритмах, которые используют оракул, которые показывают, что квантовые компьютеры могут быть более эффективны с точностью до некоторых вопросов к оракульной функции. Это будут алгоритмы Эйберштейна-Вазирани, Дойча-Ежи, Саймона. На следующих лекциях мы также обсудим что-то про алгоритм Шора, наверное, даже доказываем его корректность, и что-то про алгоритм Гровера. Более интересные вещи, наверное, в этом курсе мы обсудить не успеем. Итак, сегодня мы будем обсуждать некоторые алгоритмы, которые показывают, что квантовые компьютеры могут делать некоторое меньшее число обращений к функциям. То есть, в данной постановке задачи мы будем считать, что пусть заданы некоторые функции, некоторые функции F, мы хотим что-то про эту функцию узнать, при этом сделав к ней как можно меньше обращений. что-то узнать, сделав мало обращений. Какой преподать действует в этом логическом случае? В общем случае, это может быть некоторая конечная функция. В принципе, у нас это будет некоторая булевая функция. Ну, из какого-то 0,1 в M, к примеру, что-то такое. Вот, допустим, у нас есть некоторый доступ к такой функции, и, допустим, например, этот доступ какой-то дорогой, чтобы... Ну, вот, ладно, в классическом случае это выглядит так. Ну, у нас есть некоторая возможность как-то конструировать некоторые схемы, и у нас есть возможность обращаться к некоторому элементу, который будет так и выглядеть. Здесь как? Некоторая функция F, ну, на него, в нем на вход подается некоторое число битов. Ну, скажем, здесь M, здесь M. И мы можем как-то формально вставлять вот такие элементы в нашу схему для того, чтобы что-то посчитать. И такая-то такая функция называется оракул. Ну, допустим, допустим, вот такая задача может возникать, если там F, F какая-то очень дорогая функция, и мы умеем ее как-то делать, но мы хотим сделать ее как можно меньшее число раз. Задача оценки того, сколько раз придется применить некоторую функцию, называется задачами из теории сложности обращений. По-панглийски это называется query complexity. То есть, если мы хотим что-то посчитать, то и нам доступна вот некоторая такая операция, быть может, мы хотим оценить наименьшее возможное число, сколько раз нам потребуется применить эту операцию, и вот задача, самая область решения такого рода задачи называется query complexity. Ну, если в классическом случае это можно написать как-то так, то в квантовом случае можно рассмотреть аналогичным образом некоторый квантовый оракул, сор-оракул, который будет действовать как, ну, ОФ действует на Х, Игрек как Игрек плюс Ф от Икс. Ну, то есть, повторюсь, если у нас есть какая-то такая штука, допустим, что мы имеем право вставлять в квантовые схемы вот какой-то такой вещь, которая Икс оставляет в покое, А Игрек переводит в там Игрек плюс Ф от Икс. Учитывая то, что то, что это это функция, ну, булевая, классическая, мы знаем, что такие, такие оракулы вполне можно делать только при помощи вентилей Тофоля, ну, и мы ранее уже с ними встречались, мы знаем, что произвольные там классические вычисления в конечном итоге в конечном итоге в каком-то смысле сделать такую такую функцию над классическими схемами это то же самое, что сделать такую функцию над квантовыми схемами. И тогда, тогда мы посмотрим на это и вот окажется, что для решения некоторых задач использовать вот функцию такого рода несколько раз оказывается более выгодно это дает более мощности чем использование такой функции. Ну, и это мы сегодня в нескольких ипостатях увидим. Пока что замечу, что вот при построении именно оракула именно в таком виде это называется XOR оракул но в то же время в то же время если у нас есть некоторая функция то можно закодировать ее в фазы то есть если если у нас есть булера функция F из 0,1 в степени n в 0,1 то можно рассмотреть фазовый оракул который будет иметь вид какой-то такой U завещает F будет действовать на X как минус 1 в степени F от X X Ну во всяком случае если у нас есть некоторая функция то мы вполне можем рассмотреть аналогичным образом некоторую унитарную операцию эта операция действительно будет унитарной диагональна все в ней хорошо и ну она вот действительно видно что она может котировать функцию F от X но с точностью с точностью до вообще-то говоря фазы работать с такими оракулами в многих вещах оказывается более более приятным чем работа с XOR оракулами но в то же время в некотором смысле они эквивалентны потому что потому что допустим что у нас есть какой-то XOR оракул тогда некоторый фазовый оракул можно вполне себе реализовать при помощи XOR оракула вот таким образом тут останется тоже минус то есть если у нас есть такой оракул вид XOR то на последнюю его линию на контролирующую линию можно просто просто поставить минус и тогда мы на самом деле получим сам фазовый оракул ну давайте в этом убедимся пусть у нас был некоторый X- это состояние то же самое что X на низ делить на конь из двух 0 минус единица подействуем на это состояние при помощи оракула 0 F получим следующий состояние X на единицу корень из двух F от X минус F от X плюс единица минус то есть действительно у нас есть вот такая разница на каждый из X мы получим либо F от X либо F от X плюс единицу и теперь теперь заметим заметим что что эта штука это то же самое что минус 1 в степени F от X на X на минус почему это действительно так ну очень просто если F от X равен нулю то у нас здесь просто остается минус если F от X равен единице то мы получаем единица минус 0 то есть это это состояние минуса с точностью до фаза минус то есть это значит что вот для того чтобы сделать некоторые фазовый оракул нам достаточно подействовать таким оракулом типа XOR на состояние минус с другой стороны с другой стороны в то же время можно заметить что вот оракул типа XOR можно реализовать при помощи оракул фазового следующим образом пусть у нас есть оракул такого вида мы его можем переписать следующим образом то есть для того чтобы сделать XOR оракул нам достаточно сделать некоторое преобразование Адамара на контролируемом бите затем сделать контролируемую операцию CCUF вот если мы умеем делать контролируемый фазовый оракул то мы сможем по этой информации восстановить обратно обратно вот оракул такого типа ну и чтобы убедиться что это действительно работает давайте давайте заметим что это то же самое что если у нас есть некоторый X Y мы сделали здесь некоторую операцию Адамара получим получим X на минус 9 на корень из 2 0 плюс минус 1 в степени Y единица далее далее в результате действия C на фазовый оракул это перепишется как как да как X единица делить на корень из 2 в случае нуля ничего не изменяется а в случае единицы возникает еще один член 1 плюс F от X единицу да что в свою очередь переписывается после действия вентиля H обратно в X в Y плюс F от X то есть ну то есть два этих оракла более-менее там эквивалентны с точностью до квантового контроля и теперь поговорим о том что Фазовый оракул на самом деле в некотором роде реализует функцию, скажем, назовем ее h от х на х, где h действует из 0,1 в степени n в минус единица, да, плюс единица. Это на самом деле я выписал для того, чтобы быть может напомнить о том, что где-то в начале курса мы немного говорили о том, что существует Fourier анализ над булевыми функциями. И оказывается, что при помощи квантовых схем некоторые свойства Fourier анализа можно очень удобно выражать. Так, для того, чтобы сделать некоторое преобразование лошадамара, надо каким-то числом битов достаточно рассмотреть какую-то такую ситуацию. Тогда, если мы подействуем тестовым произведением n штук операции Адамара на некоторую битовую строку, то мы получим не что иное, как выражение вида инициатива на квантовых схемах довольно просто можно делать преобразование Fourier над булевыми функциями. В частности, отсюда следует, что можно делать выборку из Fourier спектра некоторой булевой функции. По-английски это называется Quantum Fourier Sampling. Quantum Fourier Sampling. И заключаться он будет в следующем. Пусть у нас есть некоторый фазовый оракул UF, и мы оказывается, что при помощи простенькой квантовой схемы можем делать некоторую выборку из мер, которая определена преобразованием от булевой функции f. Так, для того, чтобы это сделать, мы рассмотрим вот что-то такое. Сначала существует некоторое нулевое состояние, затем при помощи преобразования волша-дамара делается максимальная суперпозиция по всем возможным состояниям вычислительного базиса. То есть, 0 переходит в единицу делить на 2 степени n сумма по всем, скажем, x. После этого на эту суперпозицию действует оракул. Мы получаем 1 делить на 2 степени n сумма минус 1 степени f от x, x сумма по всем x. И после этого на такую суперпозицию можно подействовать преобразованию волша-дамара и в этом случае получить функцию вида сумма по всем y. Да, сумма по всем y, единица 2 степени n сумма по всем x от минус единица y на x плюс f от x по всем y. Ну, то есть, у нас была какая-то такая функция, на нее мы подействовали преобразованием фурье, получили вот некоторые преобразования фурье, а это есть не что иное, как вот такое булевое преобразование фурье от функции вот того вида. Ну и, соответственно, мы получили такое состояние и дальше мы его можем измерить. Если мы его измеряем, то после измерения у нас появится некоторая битовая строка, битовая строка x из 0,1 степени n. Такая, что вероятность того, что x равен какому-то y, она есть не что иное, как вот такая величина. Ну, то есть, если у нас задана некоторая булевая функция, то при помощи такой простенькой процедуры с квантовой схемой мы можем очень быстро выдать некоторую битовую строку, которая будет распределена в соответствии с тем, как распределена спектральная мера от булевой функции. В частности, отсюда следует, что в квантовых схемах существует довольно много приложений к фурье теории от булевых функций. И многие, ну, некоторые ряд задач такой фурье анализа булевых функций оказываются более эффективны решать на квантовых схемах. Самой, ну, самой на самом деле очевидной задачей из этого круга является так называемая задача Берштейна-возирания. Которую, соответственно, предложили Берштейна-возирания. Берштейн-возирания. Сначала они сделали это на конференции в 1993 году, но сама статья, которая содержала этот результат, она была опубликована в 1997 году. Известная статья. Задача заключается в следующем. Пусть нам дано некоторая функция булева f из 0,1 в степени амбитов в 0,1. И пусть она имеет какой-то неизвестный нам вид f от x равно s на x равно s1, x1 плюс и так далее, плюс sn, xn. И тогда, используя обращение к этой функции, задача следует, как найти данного вида. Найти S. 0,1 в степени n. Ну да, то есть мы можем каким-то образом обращаться к оракулу, который производит действие некоторой функции вот такого линейного вида. И мы хотим понять, как на самом деле линейно действует эта функция. Прошу прощения. Да, хорошо. Как это можно делать в случае классический алгоритм? Он будет выглядеть просто следующим образом. Ну, s1 мы можем узнать, как это. Их самодель и жир поставлять? Да, да. Да, да. Вот, ну, чтобы узнать s1, нам достаточно подставить вектор такого вида 1, 0, 0, 0, 0. Чтобы узнать s2, нам достаточно подставить вектор 0, 1, 0, 0, 0. И так далее. Чтобы узнать S, N, T вектор, нам достаточно поставить вектор вида 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ну, видимо, ничего лучше в этом отношении не придумаешь. И видно, что для того, чтобы полноценно узнать S, нам при таком алгоритме потребовалось N обращений. Ну, а меньше взять, потому что система будет неопределенная. Если использовать меньше X, то система будет неопределенная, и можно минимум бафф. Ну да, смысл, конечно, в этом. Наверное, хочется какое-то более разумное объяснение для этого придумать, на самом деле. Ну, а почему? Берем какие-то независимые X, получаем размеры K, подставляем их, получаем размеры S-K. Наверное, даже как конструктивно можно указать несколько S, исходящих под S. Ну, конечно, это, наверное, строгно доказать, но там интуитивно хорошо чувствуется. Ну да, да. Во всяком случае, интуитивно кажется, что ничего тут лучше не придумаешь. Другое, наверное, интуитивное объяснение может заключаться в том, что за одно обращение мы можем получить не более чем бит информации. Можно так, если K, M, N, то найдется, наверное, столб из всех нулей или всех единиц, и мы их правильно чуть-чуть ничего не знаем, как считать. В принципе, есть строго. Ну так вот, оказывается, что в квантовом случае при помощи этой схемы нам достаточно одного обращения к функции, к квантовым алгоритмам. А вот тут, да, можно вопрос о том, что я не могу понять? Мы, получается, нарядить, ну, как бы, предполагаем, под капотом, что мы можем построить вот такой, ну, что мы можем брать квадрую схему. Да. А как ты реально физически как бы реализовываешь? Чтобы она больше равна? Это основная проблема вообще в вычислении с черным ящиком. Я никогда это не понимал, честно. Ну, вот, просто задача по-другому ставится. Просто мы считаем, что вот как-то мы можем это реализовать. Ну, тогда не просто задача как бы эквивалентной получается. Может быть, эта реализация стоит больше или работает хуже, чем... Да, да, да. Возможно, возможно. Но, в принципе, ну, с другой стороны, вот, если мы какую-то классическую схему собрали из вентилитофоля, ну, просто любую классическую схему мы можем сделать из вентилитофоля. То же самое мы можем сделать с квантовой схемой просто из вентилитофоля. Ну, и, в принципе, цена будет у них одинаковая. Если мы эту схему знаем, а если вот у нас подскрытка схема, если мы прайс ничего не знаем, грубо говоря, не видим? Ну, вот, да, да. Ну, то есть... А, то есть... Допустим, что F это какая-то жутко очень-очень сложная там суперкомпьютер, который мы не знаем, как конкретно работает, и он каким-то образом вот это вычисляет. Ну, вот, то есть... Но имеем доступ к... Да, да, да. Но мы имеем доступ к его обращениям. Ну, да, да, то есть, вот, опять же, тут важна постановка задачи. Постановка задачи заключается в том, что как-то, 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 кто-то нам, там, какой-нибудь оракул, какой-нибудь, там, суперкомпьютер может выдать результат вот этой функции, но сами мы, наверное, о ней не очень много знаем. То есть, мы обладаем, что все-таки постановка грубо говоря слева-справа все-таки не эквивалентная в общем случае? Нет, это эквивалентная задача. Просто тут ограничение больше на F. Ну, то есть, тут есть ограничение... Ну, в том числе, мы не всегда можем собрать квадратную схему. Ну, просто... Я в общем, сейчас попробую сформулировать. Мы, как бы, если будем считать задачи правой квадратной, мы предполагаем, что мы можем собрать квадратную схему вида, как на диске слева, для функции f от x. Ну, это же, наверное, не всегда возможно, как бы. Где гарантия? Гарантия, что схему, в принципе, можно собрать, она следует из теоремы об универсальности. Ну, ладно. В общем, да... Да, хорошо. Да, в общем, квадратовый алгоритм решения такой задачи будет заключаться в том, чтобы... чтобы вот... Просто взять... Возьмем выборку из... 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 h от y. напомню, мы обсуждали это когда-то давно, о том, что если функция линейна, то ее Fourier спектр обязательно будет иметь какой-то вид дельта s от y. соответственно, если у нас была некоторая булевая функция, и потом мы вот каким-то образом получили монетки в соответствии с ее Fourier спектром, мы просто сразу же получили нужный ответ s. Следовательно, получили ответ s. При этом, при этом, при этом, для того, чтобы взять один исход из выборки, нам потребовалось обратиться к оракулу только единственным образом, соответственно, одно обращение к оракулу. Вот. Я, наверное, вот так вот с вами вопрос. Пусть у нас есть вот черные вещи с правой, вот просто вот N кнопок. Ну, как бы, подвести 0-1, 0-1. Вот как мы вот... Все, больше мы не можем, кажется, с ним взаимодействовать, как мы вот имеем вот такую губографическую систему, мы не построим оракул слева для него. Клантовой смысле? Да. Вот, наверное, вот так вопрос. Ну, наверное, это правильный вопрос. Ну, да, 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 да. Как создать клантовую схему? Ну, как... Вот, да, мы не имеем самого доступа к... Ну, да. Ну, то есть, действительно, повторю рассуждение, что если у нас есть некоторый классический оракул, который... Кстати, мы можем не знать, что происходит внутри классического оракула, то есть, может, там, внутри какая-нибудь черная дыра происходит, там, вычисляется сам классический оракул, но на входе у него есть только классические входы и классические выходы. Тогда, наверное, не факт, что мы можем при помощи этого как-то построить аналогичный квантовый оракул. Да, ну, обычно... И, соответственно, в связи с этим как раз существует много вопросов о том, можно ли это использовать как-то для экспериментального подтверждения или не подтверждения. Да, 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 да. Ну, это разумный вопрос, который всех интересует и всем очень мешает. Но мы считаем, что кто-то готов нам построить какой-то квантовый оракул. И тогда при помощи, ну, на самом деле, запутанности в некотором роде, при помощи того, что эта операция каким-то образом запутывает выходы, нам достаточно обратиться к квантовому оракулу, получается, только один раз. Да, люди любят говорить, что это как-то связано с тем, что в квантовой механике возможно разделение на много миров, и в каждом из миров как-то считается эта функцией. И затем миры соединяются, и затем это уже как-то измеряется. Но такие рассуждения обычно ни к чему сильно интересному не ведут. Существует другой, в принципе, тоже простой алгоритм, который, по сути, просто заключается в том, чтобы мы могли сделать фурьевыборку. И этот алгоритм называется проблемой Deutsch-Joss. Задача. Этот алгоритм, в принципе, первым придумал Deutsch, а потом был немного обобщен Deutsch-Joss. в их статье 1993 года, и заключается он в следующем. Пусть дана некоторая функция f, опять же, из 0,1 в степени n в 0,1, для которой выполнено, что она либо f константа, то есть f от x равно 0, или f от x равно 1 для всех x, либо f от x, либо f сбалансировали, что значит, что число таких x, что f от x равно 0, f равно 1. Допустим, что нам дана некоторая неизвестная функция, для которой выполнено это свойство. Тогда задача заключается в том, чтобы решить, является ли f сбалансированной или константой. или ф сбалансированной. Вот такая задача. В принципе, на выходе получаем один бит, либо она константа, либо она сбалансированная. Как эту задачу можно решать в классике? Самый простой, видимо, детерминированный, и при этом детерминированный алгоритм будет заключаться в том, чтобы взять 2 в степени n минус 1 плюс 1 точек x из 0, 1 в степени n. Если все они, если f от x равны, то функция константа, если существуют какие-то x и x', что f от x не равно f от x', то эта функция обязана быть сбалансированной. То есть, вот такой прямой подход потребует O от 2 в степени n обращений. И тогда мы получим ответ детерминированно. Ну и видно, что если брать какое-то меньшее число точек, то не факт, что... Вот если мы возьмем 2 в степени n минус 1 точек, то может оказаться, что вот на всех этих 2 в степени n минус 1 точках f от x равен 0, а на остальных, которые мы не рассмотрели, f от x равен 1. То есть, функция все равно сбалансирована. А почему такое число достаточно половины? Ну, потому что, да, потому что вот число таких f, которые зануляются, и число таких f, которые единицы, оно является ровно половиной от всех возможных... f любая волевая, да? Да. Ну, однако, однако можно, если допустить, что есть некоторая вероятность ошибки pf, вероятность ошибки, то можно добиться... делать это гораздо лучше при помощи того, чтобы... Сейчас... Да, при помощи простенького алгоритма... Да. Да, да, то есть, если мы зафиксировали некоторую вероятность ошибки, то там рассмотрим, рассмотрим, рассмотрим какое-то качество точек x1 и так далее, xk, и аналогичным образом... Все эти точки мы будем брать с равномерной вероятностью по всему 0,1 степеньям. Рассмотрим k таких исходов и в соответствии с ними также сделаем, что если на всех исходах все равно, то скажем, что функция константа, и если на всех исходах существуют какие-то два исхода, которые не равны, то скажем, что эта функция сбалансирована. Тогда вероятность того, что мы сказали, сказали, что функция сбалансированная при условии того, что она была константой равна просто нулю, потому что мы говорим, что она сбалансирована только если только существует какая-то пара, что f от x не равно f от x штрих. И в то же время вероятность того, что мы сказали, что некоторая функция константа при условии того, что она на самом деле сбалансированная, сбалансированная равно 2 в степени минус минус k. Видимо, тут все-таки такая величина. Действительно, допустим, что у нас некоторая функция сбалансированная, и мы выбрали случайно k точек. Тогда мы скажем, что она константная, если все эти точки попадут в одну часть от половины двухстепененных точек, что примерно равно 2 в степени k плюс 1 вещей. Соответственно, для того, чтобы добиться вероятности ошибки какой-то pf... Ну, ошибки и х, потому что если х поставил не более, то это невероятно. Если х равно 1, то мы всегда выдадим, что это константа. Соответственно, мы всегда ошибемся. Но это на самом деле не сильно важно. Важно то, что в итоге у нас какое-то O от логарифма единиц к pf обращению. Ну, то есть вероятностно проверять такое свойство гораздо более выгодно, чем детерминированно. Ну, так вот, оказывается, что в то же время в Quantum в случае... Аналогичным образом мы возьмем некоторую выборку из... Возьмем исход... Исход из... Фурьемера. Тогда мы выясним следующее. Тогда выполнено следующее. H1 от нулю, от исхода 0, 0, 0, 0, 0 в квадрате по определению равен... Единице делить на 2 степени n сумма минус 1 от f от x во всем x в квадрате. Ну, то есть в преобразовании в фурье мы поставим 0, и мы получим вот такую сумму по всем минус 1 в степени f минус 1 от x. И что будет равно единице, если функция f константа, и эта вероятность равна 0, если f сбалансированная. То есть, если f сбалансированная, то вот эта сумма зануляется. Тут ровно 2 степени n минус 1 единиц, и 2 степени n минус 1 минус единиц. Соответственно, эта вероятность равна 0. То есть, для того, чтобы решить, является ли функция f константой или сбалансированной, достаточно взять один некоторый исход из его преобразования в фурье. И тогда, если функция константа, то мы точно в итоге получим вектор 0, 0, 0, 0. А если сбалансированная, то мы совершенно точно получим не вектор 0, 0, 0, 0, а любой другой. И таким образом, за одно обращение к иракулу мы опять же решим вот такую прочную задачу. То есть, тут мы видим, что для задачи обращения к иракулу существует разделение между одним обращением и каким-то логарифмом числа обращений. В целом, наверное, существуют какие-нибудь еще, можно придумать какие-нибудь еще различные идеи относительно различных свойств преобразования фурье в два булевых функций. Главный смысл этих двух алгоритмов заключался, опять же, в том, что мы можем как-то статистически делать выборку из преобразования в фурье. И вот здесь мы ограничили функцию f, чтобы она была какой-то линейной, а здесь мы сделали довольно неестественное ограничение о том, что она либо является константной, либо она является сбалансированной булевой функцией. И, наверное, если вы подумаете, может быть, вы можете придумать еще какие-нибудь интересные задачи из такого вида. Мы пока продолжим. Другой важный класс задач, которые можно решать при помощи квантовых схем, описывается такой вещью, как задача скрытой подгруппы, простейшим исходом, простейшим вариантом которой является задача Саймена. Которую, опять же, придумал Дэниел Саймон где-то в 1994 году и ставится она следующим образом. Допустим, у нас есть некоторое число бит, у нас есть некоторая функция f из 0,1 в степени n в, ну, на самом деле, 0,1 в степени какой-то m, где m больше равно n минус 1. Сейчас я поясню. И, допустим, что для этой функции выполнено, что существует некоторое s из 0,1 в степени n, такая, что f от x равна f от y тогда и только тогда, когда x равно y плюс s. То есть, допустим, существует какая-то такая булевая функция, которая разделяет пространство всех битов на возможные классы смежности. И вот каждый прообраз некоторого числа, он состоит из двух точек, которые связаны между собой как с точностью до одного булевого вектора. Задача будет заключаться в том, чтобы, задача найти, найти s, найти s из 0,1 в степени n. Опять же, опять же, как ее можно пытаться решать в классическом случае. Для того, чтобы сделать это в классическом случае, нам нужно найти какие-то x не равно x' такие, что f от x равно f от x'. В этом случае, если мы найдем такую пару битовых строк, то мы можем спокойно получить нужный s, потому что s будет равен x плюс x'. Как мы можем пытаться потихоньку это сделать? Самый простой алгоритм будет заключаться в том, чтобы перебирать все x'ы 0,1 случайно. Пока, 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 не f от x, равно f от 0. Ну, то есть, мы зафиксировали 0, мы можем попробовать просто потыкать из всего пространства значения, и, быть может, в какой-то момент мы действительно найдем такой x. Это потребует какое-то число o от 2 степени n обращения. Однако, оказывается, что можно это делать несколько лучше, а именно пользоваться парадоксом о днях рождениях. Для этого мы выберем случайно некоторое число, опять же, x1 и так далее, xk исходов из 0,1 степени n. И, быть может, просто попарно посмотрим их все и проверим, проверим, что f от x равно f от x'. То есть, проверим, проверим, что f от x равно f от x'. Тогда вероятность того, что мы не получим нужный ответ, будет иметь какой-то следующий вид. вероятность того, что f от x не равно f от x' для всех этих значений, она будет представлять собой что-то типа скобки вида 1 минус 1 минус 1 2 степени n на 1 минус 2 2 степени n на 1 минус 3 2 степени n и так далее, вплоть до 1 минус k делить на 2 степени n. Ну, то есть, а так, тут, наверное, 2 степени n минус 1 должны быть. Сколько? А не m, не число значений? Тут, в чем смысл? Вот число значений там... Ну, вот я написал тут как m, но потенциально некоторые значения могут не иметь прообраза. Но если они имеют прообраза, то вот в прообразе ровно две точки всегда. Ну, да, и тогда что? Вот мы выбрали одну точку, дальше мы выбрали вторую точку, она будет иметь тоже значение с вероятностью... Ну, да, ну, какой-то такой вероятностью, возможно, с точностью до каких-то малых поправок я тут не прав. Но смысл этого дела, опять же, будет заключаться в том, что при k равном каком-то корне, ну, примерно корню 2 степени n, мы получим, что получим вероятность того, что f от x не равно f от x штрих, она как-то отделена от единицы. Она, ну, да, скажем, она больше или равна чему-нибудь типа одной сотой. Соответственно, это говорит нам о том, что перед тем, как мы получим какую-то такую пару, которая будет удовлетворять нашим значениям, нам потребуется какое-то число о, о, о от корня из 2 степени n, обращение к оракулу. Это рассуждение есть не что иное, как знаменитый парадокс о днях рождения. О том, что вот если у вас есть там какое-то число детей в классе, и вот функция f показывает, в какой день, возможно, есть день рождения у ребенка, то, а, нет, да, f показывает для каждого дня года соответствующего пронумерованного ученика в классе. Вот, и тогда, тогда, если у учеников больше, чем, скажем, 20 штук, то в среднем, в среднем, обязательно у двоих из них будет один и тот же день рождения, соответственно, вот. Здесь, здесь используется ровно то же самое рассуждение. Ну, там, если по 3-4-5 дней, я не помог предотвести, там, 50 вопросов. Ну, да, что-то такое там. В общем, известная школьная задачка, ее можно привить в таком виде. Так вот, оказывается, что это же вычисление можно делать несколько, несколько, надо сказать не сильно, но нет, все-таки значительно, более эффективно при помощи квантовых оракулов происходит это следующим образом. Рассмотрим схему следующего бина. Пусть есть отдельно M-битов, есть какой-то швор. M-битов. На первые биты мы подействовали при образовании Адамара. На вторые биты мы не действовали при образовании Адамара. Потом мы сделали оракул типа XOR. На это все дела измерили второй регистр. Ну, и на самом деле мы его просто могли забыть. В этом тоже нет никакой ошибки, мы это еще обсудим. И затем сделаем преобразование Fourier над одними кубитами и над вторыми кубитами их измерим. Вот. То есть рассмотрим схему такого вида. В результате этой схемы мы получим, ну, получим какую-то битовую строку U из 0,1 в степени M. Давайте изучим, какую битовую строку мы в действительности получим. Делается это следующим образом. Ну, сначала у нас есть два регистра, в котором 0 степени M и 0 степени M. Затем часть, часть из этих, на первый регистр делается преобразование Адамара. Получаем 1,9 в корень 2 степени M, сумма по всем X, X, 0. После этого происходит некоторая вот эта штука. Действие оракула выглядит как ленис делить на колень 2 степени N, сумма по всем X, F от X. X. Да. Это же дело можно переписать как сумма по всем Y из 0,1 в степени M на 2 степени N, сумма по всем таким X, что F от X равно Y на X на Y. То есть, после призывания Фурия Адамара и действия вот такого оракула, мы получим вот состояние такого вида. Из этого состояния можно увидеть, что вот эта штука, она либо равна... Так, сейчас, сейчас... Тут... Да, тут все правильно. Либо имеет амплитуду 0, в случае, если не существует никакого такого X, который удовлетворяет такому, что F от X равно Y. Либо она имеет амплитуду... Либо в этой сумме есть только два члена вида X плюс X плюс S. То есть, я это написал тому, что после измерения второго регистра в результате измерения второго регистра получаем, получаем некоторое состояние, скажем, Psi Y, которое будет равно... Идиница делить на... Ну, ладно, пропорционально. Сейчас. Идиница делить на поле из двух. Вот. X плюс X плюс S. Где? Где F от X равно Y. И при этом все такие возможные исходы равновероятны. Все Y... Все возможные Y равновероятны. Да, то есть, напомню, мы пока прошли вплоть до этого шага. После вот этих измерений мы здесь получим какие-то возможные Y. Из всех возможных они будут равновероятны. Либо вероятность равна нулю, либо вероятность одинаковая для всех возможных исходов. И для каждого такого Y мы получим состояние вида X плюс X плюс S. И далее над этим состоянием мы уже можем сделать преобразование лошадо-мара. То есть, далее над этим состоянием мы делаем H в тензерной степени N, что будет иметь вид, если делить на корень 2 степени N на сумму по... Да, на некоторую сумму по всем... Ладно, U минус 1 степени U на X плюс... U на X плюс S делить на корень из 2 на U. Ну да, опять же, здесь мы просто сделали преобразование лошадо-мара, и это можно переписать как... 1 делить на корень из 2 степени N минус 1 на сумму по всем U. Да. И N плюс минус 1 U на S делить пополам на минус 1 степени U на X какой-то U. И далее мы это дело измеряем. Измеряем и получаем... Измеряем... И получаем, что... Получаем некоторый U из 0 и 1 в степени N, такой, что U на S равен 0, и при этом... При этом вот здесь среди всех таких Y мы выбрали Y равный вероятным. То есть U равный вероятным. Среди всех U с таким свойствам. Я думаю, что стоит повторить, что здесь происходило. У нас было нулевое состояние, нулевое состояние здесь. Мы подействовали операцией лошадо-мара, приготовили суперпозицию всех в состоянии вычислительного базиса. Далее при помощи оракула подготовили состояние вида X на F от X. После этого мы измерили второй регистр. При этом измерение второго регистра дает нам... В результате измерения второго регистра мы получим какое-то состояние такого вида. При этом все возможные такие классы смежности, они равны вероятным. Далее мы делаем преобразование Fourier на состояние такого вида и получаем, некоторое состояние, которое является суперпозицией над всеми U, которые ортогональны S. И далее их измеряем. И в итоге получаем равномерно распределенную U, которая при этом будет ортогональна S. Здесь мы как-то конкретно ограничивали. И Y его измеряли, в принципе нам эта информация не нужна. Если бы мы тут просто сразу забыли эти два вида, мы бы таким же образом получили некоторое U, которое ортогональна нашему S. Можно вопрос задать? Глядя вот на два предыдущего алгоритма, можно ли сказать, что общий концепт такой, мы сначала как-то запутываем, потом полюс этим запутываем, мы фактически скрыто в одном измерении, как бы проводим несколько, ввиду запутанности. Ну нет, измерения мы в принципе проводим столько же. Нет, вот ОФ, она из-за запутывания, как бы проводят не измерения, а как бы такие... Ну, одно, она вместо низких классических делает одно запутанное обращение к оракулу. Так можно сказать? Ну, да, 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 да. Наверное, так сказать можно, насколько это продуктивно, как говорите, говорить о... Ну, в принципе, да. Мы несколько классических заменяем на одно квантовое, но с запутанностью и какое-то еще несколько классическое. Ну, нет, 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 мы все-таки несколько обращений классических заменяем на... Скажем, то же самое число измерений, но меньшее число обращений. А потом, правильно, как измерять? Ну, то есть, да, да, запутанность здесь скорее действительно заключается в том, что вот мы один раз обратились и потом как-то измеряем и при помощи запутанности мы можем при измерении меньше терять, скажем так. Спасибо за ваш комментарий. В общем, мы можем каким-то образом генерировать такие вектора, которые ортогональны s. Но при этом мы хотим найти саму s и для того, чтобы это сделать, давайте сгенерируем некоторое число u1 и так далее у n-1 векторов из 0,1 в степне. И рассмотрим систему линейных уравнений. Рассмотрим систему линейных уравнений вида u1 на s равно 0, u2 на s равно 0 и так далее, u n-1 на s равно 0. Эту систему линейных уравнений, если все эти вектора линейно, если все эти вектора образуют полный базис в пространстве ортогональных как s векторов, то систему линейных уравнений можно решить единственным образом. Решаем это дело и находим s. Тут действительно решить это дело мы сможем тогда и только тогда, когда u1 и так далее у n-1 линейно независимы. А это дело, эту вероятность надо как-то посчитать. Вероятность того, что u1 и так далее у n-1 линейно независимы, она будет иметь какой-то такой вид. 1-1 делить на 2 степени n на 1-2 делить на 2 степени n на 1-2 в квадрате делить на 2 степени n и так далее. Почему это действительно так? Потому что выберем один вектор, он не является нулевым с такой вероятностью, но он натягивает некоторое пространство с двумя векторами. Затем случайно выберем второй вектор, вероятность того, что он выбран правильно, будет иметь такой вид. Третий вектор, вероятность того, что третий вектор будет линейно независимо от прошлых векторов имеет такой вид и так далее. Далее эту штуку можно... Ну да, давайте сначала ее перепишем. Можно сказать, что она равна и от 1 до n-1, от 1 делить на 2 степени минус i. Ну и надо оценить, что она как-то как-то делена от нуля, можно сказать, можно там возвести ее в степень, то есть сказать, что это есть e от суммы логарифмов. Сумма логарифмов от 1 до 2 степени минус i, от 1 до n-1. Логарифм можно оценить сверху, короче, получить что-то, что-то вида e от суммы 2 степени минус i. По всем i. То есть, ну, больше равно чему. Ну, больше 1 сотый уж точно. Скажем так, если нам не удалось получить нужные вектора, мы можем просто еще принотыкивать новых векторов столько, сколько нам нужно. Но мы, тем не менее, знаем, что вот в среднем в итоге нам потребуется o от n обращений каракул. В то время как для классического алгоритма, в принципе, нам требовалось какое-то экспоненциальное число обращений каракул. Вот. Задача Саймона, она, повторюсь, решается при помощи того, что вот такой схемой мы как-то генерируем какой-то вектор, который ортогонален s и затем решаем систему лимейных уравнений. Оказывается, что эту задачу можно в очень-очень большой степени обобщить. И обобщается она вот следующим образом. Наверное, на следующих лекциях мы с этим еще встретимся. Но в наиболее общих словах можно сказать, что на квантовых компьютерах можно решать задачу о скрытой подгруппе, по крайней мере в амилевом случае, и формулируется она следующим образом. Задача о скрытой подгруппе. В английском это называется hidden subgroup. Допустим, у нас есть некоторая конечная группа, группа G. И, допустим, в этой группе есть некоторая неизвестная нам подгруппа, неизвестная подгруппа H из G. И, допустим, кроме того, что существует некоторая, ну, нам данная некоторая араку, функция, которая действует, функция F, которая действует из группы G, в принципе, ну, какое-то неизвестное множество, нам, в принципе, не важно, куда она действует конкретно. Такая, что F от X равно F от Y тогда и только тогда, когда X на Y минус 1 лежит в подгруппе H. В этом случае, если даны такие вещи, задачей является найти то, как выглядит сама подгруппа H. Ну, как видим, задача Саймона является частным случаем такой задачи о скрытых подгруппе. В данном случае у нас большая G есть 0.1 в степени N. В этой 0.1 в степени N есть подгруппа сдвигов на S. Есть некоторая функция, которая этому делу удовлетворяет. Тогда, тогда вот для задачи такой группы мы решаем, умеем эту проблему решать. Оказывается, что аналогичным образом, если группа G Абелева и, на самом деле, в некоторых более общих случаях, например, Гейсенбергл, диэдральные и так далее. То есть, если она достаточно проста, то оказывается, что мы можем решать ее на квантовом компьютере. И делается это, на самом деле, вот примерно какой-то такой же схемой. То есть, сначала мы готовим состояние вида, состояние какого-то такого вида, EX, ISG. После того, как мы подготовили состояние такого вида, мы обращаемся к некоторому оракулу и получаем состояние вида сумма по X, F от X. Затем мы F от X измеряем, измеряем второй регистр и получаем некоторое состояние вида X плюс H, которая будет иметь 1, корень из X, сейчас, X плюс H, где-то H из третьопадгруппы. Затем мы делаем от этой штуки преобразование Fourier от X плюс H, получаем какую-то функцию, которую затем измеряем и в итоге получаем некоторый характер, характер какой-то хи. такой, что хи на h, он равен единице. Да. Ну, в общем, задача Саймона, она, ну, там, на самом деле, нет ничего слишком сложного, кроме такой алгебры характеров на конечных группах. Но оказывается, что вот задачу Саймона можно обобщить для любых, по крайней мере, конечномерных коммутативных групп. И, и вот аналогично, вполне себе аналогичным образом решать, решать эту задачу для них. Это довольно сложный вопрос, является ли, насколько сложна, на самом деле, не коммутативная задача в скрытых подгруппах. В подгруппах, потому что оказывается, что многие криптосистемы, которые считаются, что, быть может, являются стойкими для квантовых алгоритмов, их можно сформулировать, вот взлом этих криптосистем можно сформулировать как решение какой-то такой задачи. И, вот, буквально, там, в этом месяце, в этом месяце вышла статья от китайского математика из Китина, которая, на самом деле, очень неправильно так говорить, но в каком-то смысле она обобщила решение этой задачи, раскрытые подгруппы на какую-то более общую группу, чем абелевые группы, и это взломало криптосистемы на основе решеток. И, то есть, сейчас вы можете полазить в интернете и посмотреть различные обсуждения о том, является ли доказательство того китайского математика верным или неверным. Возможно ли... Ну, смысл в том, что стандартный RSA, он... Вот, RSA мы можем взламывать, на самом деле, потому что мы можем решать задачу от скрытой подгруппы для абелевых групп. Абелевых групп. И на следующих занятиях мы это более конкретно посмотрим. Мы сведем задачу о поиске дискретного логарифма к задаче такого вида. Системы, которые являются, ну, которые люди надеются, что стойкие к квантовым атакам, они обычно формулируются, как и некоторая задача от скрытой подгруппы, над более сложной конечной группой. Ну, то есть, не абелевый, а что-то более сложное, там, какое-нибудь косое произведение, там, абелевых групп. А, так любая группа попадается на какие-то косые произведения? Ну, да, да, да. Ну, да, да. Пока что неизвестно, можно ли решать эту задачу при помощи квантовых алгоритмов для любых не абелевых квантовых групп. Ну, а вот число групп, для которых это все-таки можно решать, оно постепенно увеличивается. И существует возможность, что люди, все возможные интересующиеся людей сегодня, подходы к шифрованию, которые люди надеются, что нельзя будет взломать при помощи квантового компьютера, они на самом деле в конечном итоге могут оказаться в ОФП. То есть, сегодня существует такая сложная область знания, науки, как постквантовое шифрование. И оно, на самом деле, довольно шаткое, потому что периодически люди вспоминают новые теоремы, и различные подходы к шифрованию, они отменяются, перестают работать из-за того, что математик доказал, доказал очередную теорему. Это более-менее все, о чем я сегодня хотел бы говорить. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Если вопросов нет, тогда большое спасибо. Лекция заканчивается. Спасибо за субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...